Вот понимаете, либералы, которые загубили нашу страну, они не собираются сдаваться, поэтому они очень сегодня активно выступают везде, где только можно и нельзя. И перехватывать стараются инициативу, играя просто на чувствах людей. Рыночная экономика, я ещё повторяю, это называется безответственность, это дать возможность одной части общества не зарабатывать, а именно обкрадывать общество и при этом торжественно заявлять, что нет возврата к старому. А кто сказал, что к старому кто-то идёт? Мы должны идти к новому через понимание тех трудностей, через которые страна переходит. Никто не знает сегодня во всём мире, что делать. Почему я вам говорила, что советник по национальной безопасности США уже сказал, одумайтесь со своим фанатичным либерализмом. Сам он экономист. И доклад первого лица государства должен иметь определённую научную обоснованность. Когда я говорю научную, наука – это те рекомендации, которые могут изменить практику к лучшему. Я не говорю про теоретическую какую-то болтологию. Нет. Здравствуйте, уважаемые зрители нашего канала «Перехват управления». Мы сегодня с вами и у нас на связи Елена Николаевна Ведута, экономист-кибернетик. Здравствуйте, Елена Николаевна. Здравствуйте, Вика Виктория. Здравствуйте, слушатели. Елена Николаевна, давайте начнём вот с такой информации. Кто такой вообще Игорь Липсиц? Кто это такой, что за человек и что он хочет? Вот самое интересное, странное, я как-то на него никогда раньше особого внимания не обращала. Он как-то был вроде бы как немножечко в тени Гайдара и всех вот этих знаменитых наших реформаторов-тусовщиков. Поэтому он стал проявляться сейчас очень активно, поскольку ситуация с экономикой страны, мягко скажем, не очень хорошая, несмотря на то, что мы демонстрируем якобы темпы экономического роста и всё остальное. Но он, будучи неглупым человеком, я думаю, может быть, он как раз и был тем серым кардиналом, который сидел за спиной Гайдара, это моё предположение, потому что он образовывал высшую школу экономики с самого начала. То есть он отвечал за подготовку вот этих идеологов-развальщиков России. Ну и сейчас он прекрасно понимает, наступает время, когда либо такие, как он, должны дать ответ за все реформы, которые были проведены в России после 1991 года, либо, конечно, он не собирается держать ответ перед страной, перед людьми, а он выбрал такую атакующую манеру и хочет доказать, что на самом-то деле во всём виновата наша ещё старая партийная номенклатура, которую, как вы помните, сносили в 1991 году. И затем Ельцин был тоже партийный, и Путин тоже из этой же самой элиты. И такой, знаете, вот примитивный вывод, что если мы поменяем Путина на настоящего рыночника, я предполагаю, типа Каспарова, либо Ходорковского, либо самого Липсиса, то у нас всё сразу станет в стране хорошо. Вот такой подход меня, конечно, знаете, не просто удивляет, ведь он не глупый человек. Если почитать, а он сейчас очень стал популярным, у него интервью все берут, такие известные, Ютьюбы, он очень хорошо рассказывает о всех недостатках в российской экономике. То есть о этих недостатках, когда он говорит, он тем самым вызывает доверие людей к себе, что он очень умный, всё прекрасно понимает, что происходит со страной. Ну и, естественно, у меня всегда вопрос следующий. А причины, почему произошло то, что произошло? И второй вопрос, как нам преодолеть эти причины? Так вот, Липсис, который себя строит, он действительно и не глупый, как разваливать страну, он очень хорошо умеет. Он не даёт никаких объективных причин, кроме субъективных. Отсылая нас опять, что виновата вся партия, номенклатура, элитка, из которой вышел, в том числе, нынешний президент, и вот пока не произойдёт смена этой элиты, ничего хорошего в стране не будет. Но это, вы знаете, на уровне такой хорошей детской сказки. Почему? Потому что, хоть все переменяйтесь, на один, второй, третий, это не играет никакой роли для экономики страны. А на эти перемены, людишек на одних, других, третьих, четвёртых, не видят, не слышат, не понимают. Она идёт своим курсом на развал экономики страны. Поэтому у меня вот такие люди, которые как бы нас относят к 16 веку, когда, помните, бояре во всём виноваты, давайте их скидывать из окон и сделаем такую кадровую чистку, революцию. И сами встанем, и будем хапать сами. Да. И будут они и так нет. Так он это всё и сделал, эти реформы, которые у нас привели к потере технологического суверенитета. Он всё сделал. Теперь он винит политиков, которые руководствовались его предложениями, и считает, что выход очень простой – поменять власть. Это, кстати, очень популярно. Я заметила давно, что крики долой, ну, есть крики долой и президента, они как раз связаны с тем, чтобы продолжить то, что у нас было в течение 30 лет, получить кредит доверия новому человеку, который более агрессивно начнёт осуществлять реформы уничтожения страны, и при этом будет гораздо более удобным для Запада, потому что будет очень сговорчивым, и мы потеряем как и ядерный потенциал, так и космические исследования, атомные исследования. Ну, то есть мы вообще исчезли, как страна. И поэтому я бы к подобному роду выступлениям относилась бы очень серьёзно со стороны специальных органов, потому что такие призывы, что во всём виновата номенклатура, это фактически призывы к бойни. Я считаю, к такой гражданской революции. И тем более, когда этот человек выступает с видом действительно якобы очень-очень умного, и он не глупый, и старается внушить публике, что действительно в этом и есть корень зла, вы знаете, с таким, это гораздо хрящий, чем Навальный, я бы сказала, это гораздо тоньше, умнее Навального. И вот их надо высвечивать, и пусть его люди иногда послушают, но послушают не так, как вот он рассказывает, как у нас всё плохо, а послушают именно с позиции, что он предлагает, чем он видит причины. Тогда это будет уже другое восприятие всей его болтологии. Опасный человек, в прямом смысле этого слова. Ну и тоже ведь недавно разродился греф. Вот вы знаете, Елена Николаевна, а что же он всё-таки предлагает? Кто? Ликсис? Вы меняйтесь, президент, вы что? И всё, да? Больше ничего нет. У него и быть не может ничего. Он за бизнес. Он считает, что бизнесу стало плохо у нас в стране. Бизнес – это такие активные люди, только они могут сделать страну лучше. Что он предлагает? А он и не в состоянии, кстати, ничего предложить. Вы знаете, когда люди не в состоянии предложить, но при этом нападают на власть, вот честно скажу, при своём глубоком уважении к ней, я считаю, это люди, которые хотят развалить страну. Ты предлагай конструктив. Нету конструктива. Пошёл вон. Чё ты предлагаешь? Вот имел бы смелость, вылез бы здесь вот к вам и со мной бы поговорил. Но сидит, хвастается, что он был рядом с Гайдаром. Они делали реформы. Да это позор, какие бы реформы сделали. Чё хвастаешь? Всё сидишь. И вот он с умным видом, и я работал в Газплане, ну и что, что ты сидел винтиком в Газплане. А для того, чтобы понять, как работал Газплан, надо было быть учёным, стоять выше Газплана. А мозгов нет, либо какая-то ненависть к народу, к своему, что давайте эти рекомендации, давайте-ка сменим на более удобного, который создаст для бизнеса самые лучшие условия. Как он создаст? Чего он создаст? Где доказательства? Зачем болтологией заниматься? Это просто на... Вот понимаете, либералы, которые загубили нашу страну, они не собираются сдаваться. Поэтому они очень сегодня активно выступают везде, где только можно и нельзя. И перехватывать стараются инициативу, играя просто на чувствах людей, не на мыслях, не на знаниях, а именно на чувствах. Вот греф вылез, давайте-ка все приватизировать опять. Да что же за больной такой греф? Что это опять? Ведь неужели всякие предложения типа приватизации? Это смена титула собственника. Один владел, потом стал другой владеть. Что изменилось? Производство, что ли, от этого выросло? Не выросло. Ничего не изменилось. Просто сменили титул собственника. Но, если государство хотя бы имея определенную собственность, несет обязательство, ответственность перед людьми, которые составляют это государство, то, когда ты передаешь частнику, частник руководствуется только своей личной прибылью и, соответственно, меньше возможностей у государства помогать людям. И так у нас немного этих возможностей, а тут будет еще меньше. Зачем вот эти предложения делает тот же греф и все остальные? А потому что нет экономических знаний никаких, вот давать какие-то предложения типа приватизации, это действительно показать всем, что я ничего не могу предложить, я не знаю, что делать. Так скажи честно, грех, что ты сидишь в ауте, тебя, бедного, посадили тоже под санкции, ты так старался, ездил, и на Авдовоз, и так это был принят во многих структурах в качестве представителя России, и так, казалось, мир был, такой бы перед ним лежал прекрасный и дружелюбный, тут на тебе, выгнали, как, ну, как просто так, уходил, а он действительно им не нужен, там же особо таких знаний никаких нет, а зачем он им нужен, был исполнитель, нет этого исполнителя, от этого корабль запада не стал ни тяжелее, ни легче, был и не заметили никто, что его уже нет, заметил только грех. Так чему ты сейчас выступаешь насчет приватизации? Говорят, а есть что-то? Кто бы выступал? Ну, вот, меня вот это всегда поражает, даже Нобелевский луриат, Хиггс, он четко говорит, от смены титула собственника дохода не будет у государства, а он ведь как говорит, мы передали частнику, частник заплатит деньги, вот это получается у государства доход, но нет у государства дохода. Доход, напоминаю, грехов, как говорит, кстати, Нобелевский луриат, Хиггс, и как говорил Кеймс, связан только с текущим производством. От того, что произошла смена титула собственника, текущее производство не изменилось, значит, нет нового дохода. Те деньги, которые часть не даст государству, не подкреплены производством соответствующих благ, соответствующих доходов. Они просто еще инфляцию в стране увеличивают, больше ничего. Но если они просто это деньги передали от частника государству, ну, у государства стало пустых денег больше. Толку-то от этих денег. Да заливайся этими деньгами. Нарисуйте деньги. В общем, у него свои идеи, как все приватизировать дальше. Вот ради того, чтобы его продолжали рассматривать как некого умного специалиста, он опять-таки выскакивает и предлагает то, что, в принципе, тебя стимулирует сказать двоечник ты и не звать тебя никак. Уйди обратно в свой сбербанк, сидишь пока там, ну и сиди. Что выскатишь, по макроэкономике нам советы даешь. Ну, чтобы не забыли. Ну, он так лучше бы не выскакивал. Я так радовалась, давно его не было, видно, не слышно, думаю, ну, что-то понял, все-таки его хорошо проехались по нему. То есть у нас, знаете, вот я даже так хотела бы сказать, ой, вопрос ведь стоит в том, чтобы нам начинать управлять самостоятельно развитием экономики своей страны. Поэтому мне здесь приватизация, это нож, нож в стране в бок, в спину, чтобы навсегда решить право нам перестать быть колониальной страной. Свободной, наоборот, страной. Ну, сейчас, к сожалению, приходится признать, что во многом колонии, поскольку они нами управляют. А для того, чтобы нам самостоятельно управлять, какую связь имеет здесь приватизация, какую связь, опять-таки, имеют вот эти рекомендации Липсиса, что давайте поменяем президента, просто поменяем, наверное, типа Грефа, Липсиса, я уж не знаю, и продолжим все отдавать предпринимателям, и, наконец-то, мы избавимся от бывшей партийной номенклатуры еще в 90-х годах, и чудо произойдет, экономика заработает твоими людьми. Ну, это же просто позорище. Вот я... Елена Николаевна, а у меня такой вопрос. Вот Путин здесь хвастался, да, что у нас такой рост, такой рост идет 3%, вот, ну, и тут же данные, что у Узбекистана 118%. Можете как-то эту ситуацию разъяснить? Нет, ну, опять-таки, я, честно говоря, вот самим, что творится в Узбекистане, так специально эта республика не занималась, но все-таки я предполагаю, что там президент, что я слышала, он ответственно относится к развитию экономики. Вообще-то, ответственность к развитию экономики присуща, как правило, всем государствам. Но у нас, к сожалению, у нас об экономике говорить не хотят, потому что, в принципе, сила народа это развитие экономики и то, что мы можем сказать, что нам нужен суверенитет, технологический суверенитет, но при этом не сказать, как мы хотим достичь, не назвать механизмы, а тут и выскакивают всякие эллипсисы, кричащие, что долой партноменклатуру из управления и грефы, давай до конца все приватизируем и уничтожим государством под названием Россия. Вот они тут как-то. Я не думаю, что в Узбекистане могут выскакивать подобного рода тупицы, я даже не знаю, как их назвать, но отсталые какие-то люди, живущие, даже не живущие в 19 веке, а просто, вы знаете, какие-то наглые люди, поскольку они собираются сохранять свои позиции в стране и быть такими главными идеологами, зарабатывать на этом, кто-то циничные люди, которым плевать на то, как будет жить Россия в перспективе, если они дают такие рекомендации. Вот надо с ними как-то, ну нельзя вот такие вещи говорить, которые позволяют себе липсис, но греф-то болтает и болтает, бог с ним, он и так под санкциями, уже не вылезет никогда. Елена Николаевна, а что все-таки с нашей экономикой, там, военной какая-нибудь промышленность, как все это развивается? Вы знаете, с военной промышленностью у нас просто мощности оказались, которые создали еще в Советском Союзе, не загружены до конца, и сейчас они работают на полный, практически износ. Это очень страшно, то есть должен быть какой-то оптимальный запас мощностей, чтобы, если где-то что-то выбьется, другая мощность ступит. Но, тем не менее, конечно, я очень рада, что мы сумели воспользоваться вот этими мощностями, и то, что мы держим удар и не просто держим, есть и надежды большие, что на этом этапе Россия выдержит удар. Но будет же следующий этап, столкновение обязательно будет, и если мы не запустим экономику, то уже старые мощности Советского Союза нам не помогут. Поэтому я бы не так бы радовалась, и то, что говорят, что мы перешли на военную экономику, я не считаю, что мы перешли на военную экономику. Мы вообще у нас, мы ни на какую модель экономики не перешли, у нас определенно есть тот же самый хаос, поэтому с яйцами возникла проблема, никто в балансе не считает. Яйца как раз такой продукт, что можно оценить, сколько в среднем семья, там, человек подает яиц в неделю, посчитать, сколько для этого требуется яиц, опять, естественно, требуется всегда иметь определенные запас яиц, никогда в экономике такие вероятностные показатели, предполагающие обязательно запас, хоть в производстве сырья, хоть товаров в торговле, задача важная, оптимальный уровень запаса, так же, как и запас незавершенного строительства, тех же цехов, везде нужен какой-то запас, резерв, и надо строить такой баланс, считать, смотреть, сколько у нас кур в среднем, сколько они производят, что нужно для кормежки кур, чтобы эти куры у нас могли производить дальше эти яйца, и исходя из средней рождаемости вот этих, вот среднего, сколько несет курица, яиц, на что легко считается в сельском хозяйстве, все это считали, сейчас ничего не считается, все на обозь, вот на обозь вдруг резко перестали заниматься вот этими производствами яиц, резко, ну, а чем объяснить отсутствие яиц, ну, говорят, ставило дорого кормить кур, зачем здесь дорого, а становится дорого, значит, тоже корм для кур не производится в нужном количестве, опять-таки отсутствует баланс, сколько нам, то есть это вот взаимосвязанные балансы, которые надо считать, если ты ответственно относишься к экономике, а если безответственно, навозь, сегодня не хватает иис, а завтра у нас может оказаться, не дай бог, не хватает хлеба, то есть мы ничего не можем сегодня сказать, чего нас хватает, чего не хватает, Советский Союз мог ответить на этот вопрос, сегодня мы не можем ответить, поэтому нас чуть что выручает опять что, внешняя торговля, мы тут же обращаемся за помощью, тут я прочитала, даже Германия готова нас спасать, яйца нам добавить, но мы же за это расплачиваемся не просто так, мы опять-таки расплачиваемся валютой, которая может быть бы нам пригодилась для создания каких-то лабораторий, чтобы нам уже создавать свои какие-то новые станки, новые машины, то есть мы живем по принципу такого шарахания, вот, в режиме онлайн, это тут, 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 там события военные, мы стали накачивать, стали деньги выдавать много, вот, с семьям, чтобы у них дети рождались, а ведь мы не проверяем до конца, как используют эти деньги семьи, алкоголикам очень выгодно рожать сейчас много детей, с удовольствием рожают, используют эти деньги для себя же, вот, то есть как-то все, вот, не до конца, где-то безответственно это делается, ну, буквально недавно, в семье такой много лет и погиб мальчик, почему они отрезали решетку, которая их вакон защищала, он выпал, а почему отрезали, не хватало на выпивку и живут за счет детей, за счет вот этих денег, то есть вот все, знаете, вот отдали деньги и считается вот здесь это все, а дальше, что, как, как будет все, ведь экономика это прежде всего производство, производство нужных нам конечных продуктов, в том числе яиц, вот, как это все будет? Илья Николаевна, ну, в Советском Союзе не было такого, чтобы вот одной семье, там, второй семье, там, давали, было общее какое-то распределение, да, цены, объем продуктов, ну, и так далее, и так далее, социальные какие-то для всех детей, кружки бесплатные, школы, ну, и так далее, и так далее, то есть не было такой адресной поддержки, когда вот и не знаешь, куда пошли эти деньги. Ну, у нас же был другой подход, у нас, если вы вспомните, все-таки продукты первой необходимости стоили очень дешево, поэтому любая семья могла обеспечить всех продовольствием. Тот же хлеб, стоил тогда, копейки, было стыдно, потому что его выкидывали, а хлеб будет расти в цене, и опять-таки всем будет все равно, ну, что, ну, не купила та семья хлеба, ну, значит, ну, что сделаешь, такая у нее судьба. То есть все, это все называется безответственность. Вот. Надо, конечно, думать о всем народе в целом, и люди часто пьют именно от безысходности, это тоже социальная болезнь, и хоть могут сказать, да нет, пусть пьяницы подыхают, ничего подобного, их можно где-то и лечить, дать работу, и учить. Надо за каждого нашего человека бороться, стараться, чтобы люди лучше жили. но сейчас пока этого нет, поэтому, когда говорят, что у нас там 3% рост, вы знаете, не забывайте, что ВВП – это очень плохой показатель. Туда входят косвенные налоги, если они растут, значит, ВВП растет, входит туда банковская маржа, процент выше, банковская маржа выше, значит, ВВП выше, никакого отношения это не имеет к росту производства, и туда входят доходы, в принципе, теневой экономики, которую никто не знает, какой процент туда закладывается, когда говорят, ВВП выросла, а за счет чего теневая экономика, как вы ее правильно оцените, если она теневая. Теневая – это те же проститутки, их услуги учитываются в этом ВВП. То есть, сам ВВП – показатель очень грязный, ни о чем не вредный, говорящий. Мы с вами ходим в магазины, мы видим, как растут цены, мы понимаем, как растут налоги, мы понимаем, как растут зарплаты, если они растут, как тарифы на жилищно-коммунальные услуги растут, как растут услуги транспортных связей. Вот это мы видим и понимаем. И в этой связи мы можем сказать, мы живем лучше или хуже. А все остальное для нас разговорчики про ВВП говори про ВВП, не говори о ВВП. От этого ничего не меняется. Меняется только то, что мы видим зарплату, цены, тарифы, налоги. Но Путину кто-то пишет же вот эти вот отчеты. А вы знаете, уровень тех, кто пишет, вызывает тоже огромные вопросы. Потому что все-таки доклад первого лица государства должен иметь определенную научную обоснованность. Когда я говорю научную, наука – это те рекомендации, которые могут изменить практику к лучшему. Я не говорю про теоретическую какую-то болтологию. Нет. И в данном случае, когда мы понимаем, что нет технологического суренитета, не идет импортозамещение, как раньше, нечто модернизации, инновации, значит, надо выявить причины и сказать, что вот такое безответственное отношение к экономике под криком, что рынок сам все уладит, рынок сам все порешает, привело нас к такой ситуации, что мы безумно обанкротили множество предприятий и стали технологически зависимыми. Это беда. Это говорит о том, что вот такая безответственность, ради которой и используются слова «рыночная экономика», потому что никакого рынка свободного в мире давно нет, о нем забыли. Рыночная экономика – это когда деньги решают все. Вообще все, и мораль, и все остальное. И поэтому надо так и сказать, что приходит время задуматься, что вот этот фанатичный так называемый либерализм, потому что это не либерализм, это безответственность под названием «рыночная экономика» привели к страну к такому-то уже где-то коллапсу в технологическом суверенитете. И это говорит о том, что нам нужно уже серьезно задуматься, как нам обеспечивать национальную безопасность, частью которой именно органической частью которой являются реальные доходы граждан. Растут они или будут дальше стремительно падать, и при том у нас еще одновременно растет еще и дезинтеграция социальная населения на бедных и богатых, что является индикаторами угрозы национальной безопасности. Вот если мы не будем делать анализ причин, почему мы оказались в такой ситуации, то, соответственно, никаких новых предложений не будет, а будет идти все то же самое. Но единственное, вот такие, как Липсис, будут орать поменять президента, чтобы продолжить то же самое, причем, наверное, с удовольствием бы поменял на Ходорковском или на какую-то нечисть оттуда из-за границы, которая нас всех грязью поливает и мечтает, чтобы нас всех переубивали. Либо такие, как Греф, вдруг вспоминают, что мы еще не все доприватизировали, давайте-ка дома приватизировать, у людей квартиры давайте забирать, давайте больницы приватизируем, московский университет приватизируем и будет Греф и счастье. Ну, это кино. Но он не понимает, что как бы он не выслушивался перед теми же западными глобалистами, время его прошло в этом плане. Лучше вот мой совет, ему нельзя вообще высовываться. Ну, так глядишь, какие-то санкции еще больше по отношению к нему там применят. То же применили, мало, ну, еще. Елена Николаевна, ну, что с вашей системой? Кто-то все-таки, может быть, заинтересовался про движение какие-нибудь есть? Пока нет, нет, пока нет никаких движений. Ну, посмотрим. Ну, я же не могу изменить ситуацию. Я почему-то уверена, что движение пойдет, потому что любой народ хочет выжить. Это инстинкт, выживание народа. А если ты хочешь выжить, то ты обязан начинать считать те же самые балансы. Но поскольку баланс это не статика, все надо считать в динамике, придут в результате к тому, чем я занимаюсь. Потому что это так легко, кажется, сейчас любого посади туда вместо вот этого решетникова, который вообще не знает, чем занимается, но только не экономикой, не эконом-развитие. Посади туда, ну и что будет человек делать с потоками информации, которая курсирует между банками, заводами, институтами. Вот как, вот как с ней работать, что собирать, как ее упорядочить, как вот это все обработать, чтобы действительно принимать какие-то эффективные решения. Для этого надо знания глубокие иметь. Время знаний приходит экономически, а не так. Вот вы знаете, мне тоже очень нравится история. Я с удовольствием слушаю исторические рассказы. Мне очень, знаете, иногда любопытно, чтобы отдохнуть, послушаю сплетни, кто там еще где-то сказал. Но на самом деле это все не имеет никакого отношения к нашей будущей жизни. А к будущей жизни имеет отношение только то, как мы будем управлять развитием экономики. Наверное, поэтому никто и не хочет про нее говорить. Видимо, у нас не должно быть будущего, если мы не говорим об экономике. У нас монополия на то, что вот у нас рыночная экономика. Кстати, вы знаете, я очень рада свидетельствовать, что президент, когда сказал про суверенитет технологический, он не сказал, что механизмом его достижения будет рыночная экономика или, как раньше говорил, что мы остаемся верны рыночной экономике. Этого уже не было. Это большой прогресс. Я его так оценила. Но вопрос, а что тогда? А вопрос, естественно, он просит запланирование. Но многие же опять как. Это возврат к Госплану 2.0. Те, кто вот так орут, они опять не понимают, что Госплан своей деятельности очень сильно менялся, начиная от момента его рождения и заканчивая уже перед его гибелью. И вернуться к нему при всем желании. Мы были бы такими счастливыми людьми, если мы могли бы вернуться к тому, каким он был в последние годы. Это невозможно. Мы сейчас на по нуля. То есть вообще не знают, с чего начать и что делать. И, кстати, не только мы. Во всем мире этого не знают. Никто не знает сегодня во всем мире, что делать. Почему вот я вам говорила, что советник по национальной безопасности США уже сказал, одумайтесь со своим фанатичным либерализмом. Сам он экономист. То есть он сам где-то получил либеральное образование, но, видимо, не глупый человек. Молодь, отличник был. То есть он констатирует факты. Благодаря либерализму Соединенные Штаты все производство перевели в Китай. Ну, сидят как на своей пустоте, у них в руках только доллар, а долларом ты вот эти ракеты и бомбы не напечатаешь. Доллары можно печатать, а производство наладит. Во всем мире просто потрясающе, что происходит. И он заявил, что национальная безопасность для нас на первом месте. А это уже весь фанатизм, ну, надо откидывать в сторону. То есть сам понимает, и говорит, кстати, из-за того, что они с китайцами переплелись, благодаря Киссинджеру, с их экономикой, им трудно от Китая отделиться теперь, а они это хотят. Им придется рассчитывать свои производственные цепочки, поставки друг к другу. То есть там говорят, а у нас гуляй, Вася, делай, что хочешь, а тут еще вот эти выступают рядом, которые уже завалили страну, неизвестно куда, опять они выступают. То есть у нас монополия вот таких вот не знают, либералов безответственных, ну, за то, которые сильно сами обогатились, что, кстати, выражается вот в этом в аморальном, то, что мы видели недавно, шоу, это тоже продукт рыночной безответственности. Рыночная экономика, еще повторяю, это называется безответственность, это дать возможность одной части общества не зарабатывать, а именно обкрадывать общество и при этом торжественно заявлять, что нет возврата к старому. А кто сказал, что к старому кто-то идет? Мы должны идти к новому через понимание тех трудностей, через которые страна переходит. Кто-то сказал, что к старому. Сами же говорят, сами ярлыки всем вешают, сами задают вопросы и отвечают на них, а говорят, это ты сказал. Ну, то есть потрясающие говоруны. И, кстати, тут же Селеван сказал, нам уже не нужны ни политологи, ни монетарифы, нам нужны кибернетики. Вот, значит, сидят и слушают они перехват управления, Аврору. Вот они внимательно анализируют, слушают, делают выводы. А у нас вот такие эллипсисы и Грефы опять во всю везде дают интервью и пишут свои глупые статьи. Ну, что ты сделаешь? Пока так. Не знаю, когда это все закончится. Это уже, я не знаю. Очень хочется, чтобы закончилось пораньше, потому что на кону наше будущее, как мы будем дальше жить. Илья Николаевна, а можете прокомментировать вот все-таки экономику западных стран? У них есть только одно преимущество в западных странах. Их валюты избранные, у них право валюты рисовать. А все остальные страны, они проводят денежную кредитную политику, ну, как наша Набиурина, по определенным правилам, что мы не можем позволить денежную массу расширять больше того, чем у нас имеется в каких-то валютных резервах. А валютные резервы, а те продолжают рисовать, сколько они хотят, и запускают мировую инфляцию. И эта инфляция ударяет как раз по другим странам, которые не имеют права рисовать валюту, и которые, потом, не забывайте, если моя валюта главенствующая, мне легко подкупать элитку в этих странах. И она будет мне в обмен на мои нарисованные доллары, будет отдавать бесплатно материальные ресурсы этой страны. А эти доллары будут оседать на счетах этой элитки. А потом те же штаты скажут, все, закончился ВАСПИР, мы аннулируем. Они были пустые с самого начала, мы в казино с вами сыграли, и мы, такое у нас нечестное казино, мы эти деньги ликвидировали. Поэтому их преимущество состоит исключительно в том, что две мировые войны потребовались для того, чтобы они имели право просто рисовать свои валютки. Ничего у них лучшего нет, за эту валютку они скупают мозги со всего мира, выдавая те же, допустим, зарплаты украинским военнослужащим, ведь они не посылают туда продукт, они дают просто нарисованные доллары, а это влияет на цены в мировые, начинают повышаться из-за того, что те рисуют, продолжают доллары. То есть мы как бы тоже содержим украинскую армию, потому что приходят вот эти пустые доллары, и больше денег участвуют в распределении ограниченного произведенного продукта. Поэтому это все их преимущество, а так они даже, знаете, настолько увлечены деньгами, делающие деньги, они даже не понимают, что есть еще производство. Поэтому они оказались сегодня в луже. Вот вы думаете, они бы нас до конца бы не добивали? Так особенно-то и нечем добиваться, потому что они уничтожили свое производство, они рисовали, рисовали деньги, а ведь мир идет к тому, что я очень надеюсь, что страны БРИКС действительно сумеют создать свои цифровые деньги, то надо постараться, и мы вообще как бы отойдем от торговли с ними. Вот это будет очень опасно. Поэтому те спешат, организовывают войны, то там, то здесь, то там. У них же два инструмента, война и нарисованный доллар, чтобы держать всех в страхе, в ужасе, и уничтожение населения, то, что они с удовольствием делают. Мы это видим на примере газа. Тогда России нужно третий инструмент придумать. Ну, а у нас самое главное, это начинать самостоятельно управлять развитием экономики. Это мы должны начать, потому что в мире сегодня настолько все завязли на системе международных организаций, тот же МВФ всем диктует, все ждут. Но мы же до сих пор кричим, нам нужны инвестиции, чтобы нам, там, арабские эмираты далее, или саустры, скажем, да мы даже сами управляем своими инвестициями, чего хотите клянчить. Тот, кто приходит сюда с инвестициями к нам, он же со своими требованиями приходит, и он их там внедряет, где выгодно ему, не нам, как в стране. Поэтому инвестиция, это иностранные инвестиции, это своего рода инструмент закабаления, если, если, конечно, мы действительно получаем, допустим, какие-то деньги из Штатов, допустим, и мы тут же приобретаем на них какое-то оборудование, которое нам нужно. Это совсем другая песня. Но вопрос, сумеем ли мы приобрести на них то, что нам нужно. А то они приехали, вот вы знаете, в 91-м году, когда распалывался Советский Союз, было что интересно. В течение 80-х годов все страны Запада, у которых избраны валюты, они сняли с себя финансовое ограничение и полностью все национальные финансовые рынки этих стран оказались интегрированы в мировой рынок судокапиталов. Что бы в мировой рынок судокапиталов? Это если доллар лежит, допустим, в европейской стране в какой-то, но при этом он не подчиняется ее законам. И, соответственно, операции с этими долларами не облагаются соответствующим налогообложениям, доходы не облагаются и так далее. Это очень выгодно всем, вот почему мы в еврооблигация, это что за инструмент мирового рынка, очень выгодно всем, и предприятиям, и центральным банкам размещать свои средства на мировом рынке судокапитала, чтобы уходить из-под налогообложения и так далее. И вот как раз эти страны открыли все свои финансовые рынки, помните, Тейчер это делал, Рейган, и влились в этот мировой рынок судокапитал. как раз к 91-му году последними вливались Франция и ФРГ Германия. То есть они были готовы к тому, чтобы потом этот поток пустых денег направить на то, чтобы забрать активы разваливающегося СССР, что они успешно и сделали. То есть нарисовали эти доллары, нас обманули, забрали наши активы, мы платим им по их разным ценным бумажкам, мы платим им определенные проценты, доходы мы передаем. И, кстати, очень интересно, мне всегда интересно, в какой степени они присутствуют у нас сегодня, допустим, в Газпроме или в Роснефти или еще где-то. Но даже вот эта знаменитая компания BlackRock, которая во всем мире рулит вместе с Венгард, еще две, четыре во всем мире, они ведь гораздо круче, чем Китай и чем мы и даже Соединенные Штаты. Поэтому очень интересно проследить, где их концы прячутся в наших активах. Но при этом вот этот самый глава BlackRock недавно четко сказал, что нечего хранить украинцам в земле, которая будет принадлежать ему. Это дорогая земля, чернозем, и за что украинцы воюют, я тоже до сих пор не понимаю. Так что интересная ситуация. Вот если мы будем, в конце концов, в гласности придавать, сколько у нас, где, в каких компаниях присутствует тот же BlackRock, например, говорят в Одноклассниках, я не знаю, может быть, да, может быть, но то, что присутствует, я не сомневаюсь. Да, было бы неплохо раскопать всю эту информацию, все эти магазины, там, пятерочки, магниты, и так далее, и так далее. говорят же там нет практически российских денег. Вот, и вообще, вы видите, какая опасность, то, что мы все сидим на Сбербанке, ну, это хорошо, с одной стороны, удобно, пользуемся Сбербанком онлайн, но на кого эти серверы сходятся, на какие страны, которые блокировать, и тут вообще начнется в стране неизвестить. Да, ребята полностью нас контролируют. Да, вопрос возникает, что в другом направлении, чтобы нас не контролировали, что делает в этой связи санкционный Греб? Да ничего не делает, он готов, все остальное вот так же. Это же очень легко все развалить, все раздать, попробуй создать что-то. Тут требуются мозги, вот там, где мозги нужны, вот там уже проблема у Греба. Вот что сделаешь, нет образования хорошего. Учиться ему надо было, а не кричать, что у всех заканчивать образование хорошее. Да там, скорее всего, продажность больше играет роль, поэтому даже не в учебе, и в мозгах дело. А это все связано, как правило, люди грамотные, но это я так предполагаю, что те, кто думают, все-таки живут с мыслями о будущем, они себя вести будут иначе, чем те, которые кричат распродавай все, гони все редко, давайте мы всех выгоним и будет миру счастье. Но придет другая, как в Беларуси тоже хотели сделать. Это не дай бог, что было бы тогда с Беларусей. Спасибо, Елена Николаевна, за ваш краткий обзор. Надеемся, в 2024 году у нас поменяется к лучшему. Ну, должно потихонечку меняться к лучшему. Да, но я всем желаю все-таки идти в Новый год с мыслями о том, что мы уже прошли вот это самое падение, я почему-то в этом не сомневаюсь, и следующий год он действительно будет таким началом возрождения нашей страны, началом. Оно будет не так, чтобы мы будем идти очень быстрыми темпами, но ведь главное то, что начнется, то, что требуется, будут перемены, будут обязательно к лучшему, и я желаю потом всем быть крепкими, здоровыми, сильными, дожить до того момента, когда Россия уже твердой поступью пошла к лучшему будущему. Думать и действовать вместе с нами. Да, и большая просьба, не надо увлекаться сильно вот сплетнями на Ютьюбе или там терять время кто что кому сказал. Это не играет никакой роли. Роль играет только одно, как мы организуем нашу жизнь, нашу экономику, мы должны быть ответственными за будущее перед нашими детьми. Вот это главное. А раз так, то мы должны планировать развитие экономики, потому что план это есть движение вперед, расчет траектории, достижение нашей цели. Поэтому мы должны отказаться от этих слов безответственных рыночной экономики и перейти к ответственности за наше будущее, строя планы, реализуя эти планы. И всем желаю счастья в этой жизни. Тем более у Елены Николаевны и ее команды есть и программа, и знания, и ну все для того, чтобы построить нам новую, правильную экономику. Мы будем строить все вместе под нашим четким таким вот направляющим воздействием. вместе. Елена Николаевна. Друзья, с нами была Елена Николаевна Ведута. До свидания, до новых встреч. До свидания. До свидания.